ребят всем привет и добро пожаловать ко мне на канал сегодня я расскажу вам и покажу одно интересное место которое находится в штате айдахо примерно в двух с половиной часах езды от нашего городка south jordan и это место называется lava hot springs это небольшой городок где находятся горячие источники туда мы отправились чтобы отметить день святого валентина не буду грузить вас информацией по поводу дня святого валентина вы и так уже все это знаете и просто давайте проедемся с нами я вам покажу это интересное место все поехали вот сюда мы сегодня приехали home hotel так это все выглядит очень прикольно и в то же время ничего особенного вот эти вот все домики здесь люди останавливаются вот такая маленькая комнатка нам досталась но нам в принципе большая комната не была нужна есть микроволновка есть холодильник кровать и нам дали поздравительную открыточку чтобы очень очень приятно и я вот не знаю действительно ли это так можно проверить в интернете тут написано что отелю сто лет вы представляете вот этому отелю но я думаю главному зданию где сейчас мы зарегистрировались вот ему 100 лет обалдеть девочки хотите лайфхак насчет того что подарить любимому мужчине на день святого валентина вот печете вот такой вот немного страшненький курник или вообще какой-нибудь пирог пишите беконом надпись я тебя люблю на вашем языке я сделала это на испанском языке но сейчас поближе покажу вот дешево и сердито все довольны все сыты и носки дарить не надо этот многострадальный курник проделал два с половиной часа пути от соус джордана до лавах от спрингса он видите я написала беконом и аму так что вот такая идея потому что у меня всегда лично проблема с подарками на все праздники особенно с теми подарками которые предназначаются для мужчины я никогда не знаю что им дарить вкусно все девочки миссия выполнена ему нравится что я тоже могу кушать на улице зима мы идем вот так вот я в купальнике в общем не холодно идем горячим источником самый кайф в том что на улице холодно кое-где лежит снег а мы будем купаться горячей воде и температура вот смотрите здесь лиха здесь еще летом катаются ночью земле here are donuts yeah also in summer температура в горячих условиях разная и зависит от бассейна вот смотрите как прикольно везде пар и разная температура вот ну здесь температура в фаренгейтах вот здесь вот в этом бассейне 105 градусов по фаренгейту в общем я забыла сколько это в цельсиях но видите пар везде пар ближе к 30 градусам наверно где-то такая температура вот так прикольно этот погорячее здесь 106 градусов 110 ну пойдем на заплыв куда-нибудь очень хочется согреться да 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 нет да 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 Так хорошо, написано. Так жарко. Так жарко. Так жарко. Пришли в воду. Хорошо? Да, я люблю. Ты любишь наш день Валентайн? Я люблю. Я люблю. Да, это необычно провести День Святого Валентина в таком месте. Отовсюду идет пар, всем жарко. И мне было очень холодно вначале, а сейчас я уже хочу вылезти, потому что в воде очень-очень-очень жарко. Идем в новый бассейн. Ничего не видно, такая парилка. И под ногами песок, кстати говоря. И под ногами песок, кстати говоря. Но здесь они не нужны. Что они имеют здесь? Я всегда хочу спросить, какие минералы. Я не знаю, что именно запаха вода никакого не имеет. Так что, вполне приятно посидеть. Ух, уже жарко. Мы пришли, у нас тут сзади стена. Или нифига ночью не видно. Ну, в общем, от ветра она защищает, но становится душно. О, мамочки. Такой бар. Ничего не видно. Вот стена. Короче, прикольная такая атмосфера. Какой бассейн? Тикет по? Тикет по? Тикет по? Тикет по? 8, да? 8 долларов билет стоил. А я первый раз в таком месте. В горячих источниках, вот именно здесь, в Юте. Первый раз попробовала. В Венесуэле воничьи источники, а здесь нет. Здесь нормально, приятно. Фу, я даже вылезла подышать, потому что дышать вообще уже нечего. Очень-очень душно здесь. Классно, что здесь есть вот эти горячие источники, что-то новенькое. Такой досуг можно себе организовать, расслабиться после напряженной рабочей недели, выехать куда-то отдохнуть. Это прикольно. Прикольно, прикольно. Сколько раз я уже сказала слово прикольно. Посчитайте. А вот впереди меня вот такая стена из каких-то веток. Там вообще лес начинается, по-моему. И позади этой стены железная дорога. Я чувствую, что сегодня ночью мы будем слушать, как поезд постоянно будет сигналить и ехать куда-то. Стоишь полотенце, сумки оставляешь, никто ничего не берет. Мы идем в следующий бассейн. Он с джакузи. Смотрите, люди делают тебе массаж. Пойдем тоже делать массаж. Вот здесь, да? Это очень вкусно. Похоже на то, что... Ладно, не буду говорить. Много людей пукают одновременно воду. Я очень-очень не приезжаю. Очень круто. Будем избавляться от целлюлита. Не знаю, чем это поможет, конечно, но мало ли. Я верю. Я оптимист. Все, мы уходим. Пойдем в гостиницу, потому что в гостинице там тоже был какой-то источник. Точнее, там одна такая большая ванна-джакузи. Но вода в ней не такая ядрёно-горячая, как здесь. Реально, ребят, очень долго сидеть. Я не советую. Мы где-то просидели, наверное, полчаса. Может быть, чуть больше. Но уже такое состояние-нестояние. Вот пришли. Здесь находится вот этот джакузи от нашей гостиницы. На улице зима. Вы можете себе представить зима на улице? Я не могу себе этого представить. Вот буквально здесь лежит снежок. Вон, видите? Вон снежок, вот там снежок. А мы настолько разгорячились. Ну, вот так вот я буквально дошла до гостиницы, укутавшись в полотенце. И мне реально очень жарко. Ноги ватные, потому что всё тепло, тело просто ушло в эти ноги. Здесь, как обычно, правило, что можно делать, чего нельзя делать. Здесь, видимо, какой-то ресторанчик. Или что там у них. Ну, столики, скамейки. Видимо, летом здесь сидят люди. А я сейчас поднимусь. Сюда. Да, здесь, по ходу дела, мы всю ночь можем просидеть. А? А я. It's clean. Вот эта температура просто шикарная. It's good. We went there, we heat up our body. Ага. And now in this one we can enjoy. Yeah. If we went here first, it would be too cold. Здесь температура просто идеальная. Вот отсюда идет водичка с горячего. It's hot, it's hot. Да, она очень горячая. Ну, да, горячая. Like in this spring, yeah? Yeah. Да, она идет с горячих источников. И, видимо, здесь тоже простая вода какая-то или охлажденная вода. И, короче говоря, температуры смешиваются и получается оптимальная температура. Позади где-то шумит речка. Это классно. И дорога. Сегодня всю ночь будем слушать дорогу и проезжающие поезда. И я так подозреваю. Мы завтракаем. И вот такой у нас сегодня вид. Здесь гостиница. Еще соседние номера. Привет! Кушаем многострадальный пирог со вчерашнего дня. Очень классно, что здесь делали стульчики, столики. Как раз для таких людей, которые с собой еду возят. Очень-очень удобно. Вот в такое местечко мы приехали сегодня. Называется Woodward's. Вот так оно называется. Это здание находится в горах в сторону Парк-Сити, если ехать. Очень классное место. И здесь катаются на тюбинге. Вот такая длинная-длинная очередь. Нужно подниматься и потом ждать. И потом такой долгий спуск с горы. Вот что тут дети вытворяют. Там фуникулерная дорога, как обычно. Этот мальчуган хорошо катается. Ладно, пойдем внутрь. Как по мне, то место достаточно хорошее, немножко дороговатое. Но мне кажется, это происходит из-за того, что они недавно открылись. И теперь им нужно окупить эти затраты. Возможно, в будущем будут какие-то изменения. Ну, было достаточно весело. Если у вас есть очень активные дети, которым некуда девать свою энергию, приводите их сюда. Как вы видите, дети делают здесь различные выкрутасы. Ну, конечно, этому еще нужно научиться. Но, в принципе, можно очень даже неплохо провести время. Также можно посидеть в кафе, которое здесь имеется. Попить кофейку, если вы замерзли, катаясь на тюбинге. И просто хорошо провести выходные. Спасибо, ребят, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки. Ну, все как обычно. Не буду вас этим утруждать. Давайте увидимся здесь снова в следующий раз. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok